Знаете, что недавно предложил мне мой компаньон? Торговать мощами. Прахом? Костями? Это уж извините, хотя гоголь получается. На каждую вложенную копейку рубль дохода. Рубль. В распоряжении Святого Престола в Рим находятся более тысячи мощей. Так называемых праведников. Их много, Виталий, пусть поделится. Попросить у Ватикана эти мощи в аренду на время. Это уже не только гуманитарное дело, но и коммерческое. А наш дикий народ пошел бы на мощь. Согласны? Да нет никаких мощей. Только пыль. Продукты распада. Культ Святых Мощей в христианстве начал распространяться после Никейского собора 325 года. И обретение подлинных мощей, первых святых, стало дело крайне затруднительным. Ни о какой достоверной идентификации не могло быть и речи. Но мощи обретались, притом в изрядных количествах, у таких святых, как Георгий Победоносец, мексиканская дева Гвадулупская, Святой Валентин, тот самый, в честь которого 14 февраля празднуется День всех влюбленных. Так, например, у Андрея Первозванного оказалось 5 тел, 6 голов и 17 рук. У Святой Анны 2 тела и 8 голов. Столько же голов и у Святого Филиппа. У Иоанна Крестителя 10 тел и 7 подлинных голов. Хотя, согласно христианской легенде, тело Иоанна было сожжено вместе с отрезанной головой. Далее неполный список самопроизвольно клонировавшихся мощей. Бенедикт, 3 тела и 4 головы. Эразм, 11 тел. Доротея, 6 тел. Стефан, 4 тела и 8 голов. Вильгельм, 7 тел и 10 голов. Елена, 4 тела и 5 голов. Исаия Пророк, 3 тела. Иероним, 2 тела, 4 головы и 63 пальца. Юлиана, 20 тел и 26 голов. Лука, 8 тел и 9 голов. Петр, 16 тел. Федора, 4 тела и 6 голов. Мария Магдалина также разделена на несколько частей. Верующим демонстрируется кисть руки, хранящаяся в монастыре Симона Петра на горе Афон. В церкви Сент-Бомб Лис Марселе хранится ее голова. В монастыре Есфигмен в Греции хранится ее левая нога. Из частиц креста, на котором был распят Иисус Христос, если собрать все имеющиеся по миру частицы, можно составить около сотни крестов. А гвоздей, которыми был приколочен Христос, собрали в количестве 1235 штук. В дополнение ко всему имеется в наличии свеча, которая светила при рождении Иисуса, волосы младенца Иисуса, крайняя плоть Иисуса, слезы Иисуса, кости ослицы, на которые Иисус въезжал в Иерусалим, вероний скелет, авгенный хвост. Кровь Иисуса, собранная у подножия креста, коробка с последним вздохом Иисуса. А в ноябре 2002 года обнаружились сандалии Христа. Церковный бизнес не обошел стороной и Мать Иисуса Христа. Святыми реликвиями признаны. По выражению Жанна Кальвина, молока Богородицы в европейских храмах хранилось столько, что даже если бы она была коровой, то все равно не смогла бы столько давать. По последней церковной инвентаризации оказалось, что столов на Тайной Вечере было два. Один кедровый, другой дубовый. Первый находится в Италии, а второй в Австрии. Также на балансе Святой Церкви много Цветого Павла, остатки одежд апостолов, сосуд с потом Святого Михаила, собранного после его борения с дьяволом, палец Святого Духа, чихи Святого Духа, мощи Петуха, прокукарекавшего Петру. Лоскутов с саванна Господа столько, что заворачивали его не иначе, как в корабельный парус. У каждого из апостолов, судя по обрывкам их нарядов, было личное апелье. Петру кукарекал не один петух, а целая птицефабрика. Изготовлением святынь церковь занимается глобально и в промышленных масштабах. Особое и важное место в христианстве занимает поклонение останкам умерших праведников. У католиков в основном распространено почитание мощей, мумифицированных останков, или нетленных тел, то есть не подверженных естественному разложению после смерти. Православные же несколько расширили эту традицию и поклоняются не только костям, но и обрывкам одежды трупов, отдельным частям тела и даже пеплу. Естественно, все это выдается за некий духовный акт. Поклонение пальцам, рукам, ногам, головам, просто костям праведников, хранение их в особых залах, специальных катакомбах, использование их для поддержания веры, по своей сути, является одной из форм некрофилии, тяги к мертвому телу. И до сих пор толпы обманутых верующих направляются в храмы, чтобы облобызать кости давно высохших трупов. Христианство превращено в религию смерти, веру живых людей в мертвых, в поклонение живых мертвецам. Почитание останков умерших – очень древний культ, распространенный по всему миру. Поклонялись костям предков, черепам вождей, останкам храбрых воинов, как своих, так и чужих. Носили амулеты из зубов, кусочков кожи, волос и каких угодно частей тела. Черепа и скелеты были частью интерьера и ландшафтного дизайна, а в иных церквях почти все уставлено гробами. И чем больше гробов, тем больше желающих посетить конкретную обитель. Религия из духовного учения уже давно превратилась в своеобразную разновидность шоу-бизнеса. В отрасль экономики поставлены на некрофилии. И вряд ли от такого бизнеса святая церковь когда-нибудь откажется. Есть спрос на трупы, будет и предложение. Одна из разновидностей некрофилии – желание поклоняться предметам погребального культа – гробам, портретам, цветам, одежде. Наледу с мощами аналогичное почитание может распространяться на ряд других предметов, находившихся в физическом контакте с телом святого. Прежде всего, ту ткань, в которой облекаются мощи, воск от свечей, стоявших на могиле святого и так далее. Нездоровый интерес церкви к останкам святых является якобы древней христианской традицией и выражается в собирании и хранении мощей, испытывая при этом благоговение перед останками, выкапывании и перенесении костей, или, говоря более мягко, в торжественном открытии и перенесении мощей, выдумывании новых праздников в честь обретения и перенесения мощей, строительстве над мощами храмов и других культовых сооружений, в обычае возлагать в основании церковных престолов частицы мощей святых. Некрофилия, а древнегреческого некросмертвый, и филия, любовь, может рассматриваться как разновидность фетишизма или как самостоятельное расстройство полового предпочтения. Классификация некрофилии, повторяющиеся некрофильные действия с трупами, некрофильные фантазии без совершения активных действий, проявление некрофилии, влечение к похорону атрибутики и обрядам, расчленение трупов и иное надругательство над мертвыми телами, стремление видеть или обонять разлагающуюся плоть. Изготовлением святынь церковь занимается глобально и в промышленных масштабах. Религия из духовного учения уже давно превратилась в своеобразную разновидность шоу-бизнеса, в религию смерти, веру живых людей в мертвых, в поклонение живых мертвецам.